Я считаю, это нравственный выбор человека. Любая профессия может, фактически, если мы касаемся, наверное, какой-то творческой профессии, я считаю, человек может продаться, но это зависит от души, от внутренних, от нравственных, моральных устоек. Если ты хочешь продаваться, значит, красиво. Ты будешь продаваться, ты будешь тебя только завершать, ты говоришь, оставься, не будешь любить. Но если человек имеет какие-то моральные приоритеты, он скажет, нет, я никогда. И он, мне кажется, это не будет следовать. Просто все зависит от внутреннего стержня, от вот этой силы воли. И вот, действительно, от ваших моральных принципов, о чем вы хотите писать? Или вы просто хотите зарабатывать деньги, чтобы к вам шел вот этот конверт? Или вы хотите, действительно, идти вразрез вот этому огромному обществу, которое у большинства вот этой все-таки продажной журналистики, и быть вот одним среди тысячи? Я считаю, что все продаются и покупают. Я считаю, не делятся люди, но на два лагеря в продаже будут продаются. По моему мнению, в начале своей карьеры журналисты почти все бывают продажными. А когда они через несколько лет, после, может быть, 10-20 или сколько-то лет, журналистика, журналисты становятся не просто журналистами, там исследователи, да, опытными исследователями становятся. И когда вот этот момент, они не просто там напишут о чем-то, они становятся о чем, ну, что есть в реальности, не как-то не задумывать, нет, не задуманные вещи. Не согласиться в этом моменте, потому что я считаю, что журналист, он либо сразу определяет, будет он продаваться, либо нет. И поэтому, Бусян, Бусян, на начале своей карьеры была, и поэтому необходимо было написать его статью. Там не была такая жесткая необходимость. Согласись, что если человек сразу же выберет продаваться, типа этого пути вряд ли, привыкнув к такой легкой, достаточно жизни, да, простой, он потом повернет на более правильный, гуманный пункт. Нет, ему будет легче, продолжайте этот же пункт. Нет, я согласен, сучка, и мне кажется, если, например, журналист решит, да, сейчас у каждого человека могут быть разные положения, да, обстоятельства, вот как говорят, ребенок, да, ну, нужно, никак, но если он, слушай, определиться. Это я оправдану, я просто оправдану. Хотелось бы выбрать, потому что, если у человека будет определенно четкая цель, то есть я не буду, но пока я вынужден, то есть из-за обстоятельства, да, то мне кажется, когда человек наберет имя, когда он станет известным, да, когда он уже не будет зависеть от других людей, и тогда он сможет уже свободно писать. А как свободно писать? Ты хочешь набрать имя в грязи, ты пишешь заказные статейки и другие журналисты? Я обязательно, все же, я себе, он реально к тебе, и писать, вот так вот. Мне кажется, есть просто разные заказы. То есть я не говорю о тех заказах, которые действительно твоими исполняют. Малусь имеешь в виду писать, ну, может. Комментарии из вне его. Катранс. Катранс. Десять очков. Судя, я просто парик для Малусь. Женя, что ты это? Вот парик для Малусь к Малахову, но на самом деле Малахов плюс, или к нам врачи. Малусь к Критер. Вы переходите дальше к вопросу, и Женя, я тоже хотела разговориться, пожалуйста. Я хотела сказать насчет продавчик на журналистике, и все-таки как-то обосновать свой тезис про Татьяна Сила. Во-первых, из книги пример. То, что Люсьену нужно было предать своего друга, грубо говоря, и написать критическую статью на его книгу. В итоге он отнес свою же критическую статью, друг ее подредактировал, и вышла вполне приличная, достойная критика. То, что многое зависит от того, как ты это напишешь. И второе. Если тебе, например, предлагают написать заказную статью о политике, если ты своей статьей навредишь обществу, не пиши ее ни за какие угодно деньги. Если ты напишешь о каком-то политике, ой, какой он молодец, он собирается построить железные дороги, он там собирается сделать так, что у него будет пробок, ты не навредишь обществу. Общество прекрасно знает, что это все вранье. Этим ты никак не навредишь. Если тебе надо заработать, окей, это простительно. А если ты уже реально кому-то вредишь, тогда это уже действительно паскудная продажность. Например, относительно более пиара именно у продажности, но ничего положительного. Они уже в 30-х моментах. Именно черный пиар какого-то? Ну, это был бы лидер, естественно, продажный пиар. Это был бы гротеск более. То есть он этого не делает, но на самом деле можно приобретать что угодно. То есть я к этому буду. На этом машина нам что-то хочет возродить. Как может один человек, написавший статю, испортить жизнь всему обществу? Никак. Никак. Ну, как он может навредить? А в чем тогда проблема? В чем тогда обсуждали? Проблема в том, что таких людей, во-первых, таких людей слишком много, а во-вторых, мы продолжаем обсуждение того, что замарался, не отмоешься. Вот к чему. То, что многие считают, что пока мы вынуждены, мы будем, но им это складывается из того, что мы делаем сейчас, а не что мы сделаем потом. И пусть, да, возможно, были какие-то обстоятельства, но всю жизнь бывают какие-то обстоятельства, которые сподвигают нас на те или иные поступки. Можно выбрать другой путь. Всегда есть другой путь. Всегда есть выход из той или иной ситуации. Когда людям легче всего пойти и заложить своего друга критической статьей, они это сделают. Просто потому, что они слишком много знают о своем друге, они слишком много знают о том, на что они пишут, им это сделать легче, чем пойти и написать критическую статью на абсолютно другую тему, книгу другого писателя. Легче просто взять поблизости человека и все, что ты о нем знаешь, вылить в эту критическую статью. Это просто... По статью нужно писать достойно. В любом случае. Продаешься, не продаешься. Пиши достойно так, чтобы... Продажный человек — это тот, который пишет недостойно. Это тот, который пишет достойно. Не то, что хотят услышать, а то, он может писать абсолютно то, что противоречит мнению общества. Но он должен это написать так, чтобы кто-то к нему прислушался. Или как минимум, чтобы никого это не раздражало. Если он будет писать, что да, все плохие, только мое мнение хорошее, конечно, это всех приведет просто в ярость. Но если он будет писать, что помимо одной точки зрения есть еще и вторая точка зрения, которая тоже имеет место быть наравне с первой, это уже другое дело. Важно не то, что ты делаешь. Важно то, как ты это делаешь и каким путем ты идешь. Я и говорю, важно, как ты это делаешь. Об этом сейчас, я думаю, стоит как раз поговорить, потому что, подводя итоги дискуссии, я надеюсь, что каждый из нас нашел что-то в этой книге. И все вот помнят позицию Люсиена, то есть его именно точка превращения, когда ему, вот я это читаю, предоставлены были все средства к осуществлению его замысла. Открытый дом, любовница на зависть всему Парижу, выезд, наконец, несметные сокровища, таящиеся в его чернильнице. Его душа, его сердце, его ум равны претерпели превращение. Он и не думал более о выборе средств, ведь достижения были так блестящие. Вот, как вы считаете, всегда ли цель оправдывать средства? Насколько дороги в этих книгах были средства? Ну, в этой ситуации, цель мне оправдывать сейчас, потому что для него, для Люсиена одного, сколько судьбы, сколько судьб человека он разрушил, сколько всего, только для него, он был слишком любим и слишком любил себя, что он не задумывался об этих людях, которые о нем думали. его любили. Так что, я считаю, что он бы в таких моментах, когда он стал продажником, он бы остановился, подумал немножко, что они все, они все, все время обо мне думают, а может, и мне, о них немножко, хотя бы немножко подумать и делать правильный выбор. я реально осуждаю его за то, что он не остановился и не задумывался о тех людях, которые его держали, его всегда поддерживали и всегда стояли за ним. Я его реально очень... он слишком запрещен. Он был очень подходительный. Ну, я согласен с Мандахом, потому что, если бы он в какой-то момент, может, затормозился бы и оглянулся бы, да, вокруг себя, что происходит, может, как-то проанализировал все происходящее, весь его путь, когда он уже был, достиг, когда у него была женщина, у него были деньги, он уже мог писать, да, и бы уже как бы принимали, он уже как бы стал на слуху. Если бы он в тот момент, я согласюсь, опять раз говорю с Мандахом, то, что если бы он притормозил и посмотрел бы обстановку, да, что его окружает уже на нынешний момент, может быть, он развил свою и дальше. А он не посмотрел, он прошел мимо, пробегнулся и он остался в одних трусах. Мое мнение, слушай, ну, он принимал все свои успехи как давности, наверное, это не очень хорошо, потому что, когда там ему ну, выслали приглашение, он, и когда Давид пришел там, сказал, что нет, я с тобой не пойду, о том, что ты не понимаешь, как бы, стереотипов общества и о том, что это разрушит твою любовь, нашу грунту, ты уже доказал, что ты поддерживаешь меня и вот, казалось бы, он должен проникнуться уважением к другу, но он такой, это же я такой хороший, что он вот решил, что не должен идти и сестра там, когда плачет, обнимает его, радуется за него, он думает, ну, это же я такой замечательный, она радуется за меня и все вот эти все, это дано. Глобный цинизм преобладает, это, это, какие-то чувства, это, тут еще, вот, я, вернемся, цель, оправдывает, связано, да, я думаю, что цель была ложна, потому что, вот, он же хотел стать писателем, да, для меня, вот, и я думаю, для писателя, самое главное, вот, как он видит жизнь, как он, его морали, а он прошелся по головам, он ничего не ценил и не видел людей, которые любили его, как такой человек может стать писателем, как может быть своего мечта, это, получается, цель, это ложная цель, он себя обманывал, и, получается, все на нас, я не хотел больше жизненных благ, нежели, я тоже думаю, что хотел было сначала стать знаменитым писателем, а после этого стал как-то распогатеться, но хотел, к этим темам он пошел не сам, а как будто за счет там, дам, за счет кого-то другого, а не сам пошел. Если бы хоть раз он подумал о них, я бы думал, он бы стал хорошо, ну, хорошим человеком бы, но это не хотел бы показать. Мне кажется, ему нужно было посмотреть, как, не только со своей стороны, но со стороны тех людей, которые его помогали, поддерживали, да. Вот главное его раховая, чтобы он взял. Тогда, мне кажется, вы совсем по-другому, его судьба, если бы его близких людей спрашивали. Ну что ж, как мы видим... Все-таки мы не живем одни, я думаю, никак не будем. Что-то думать. Как мы видим, книга дала нам большую пищу на размышлении, и я думаю, беседа прошла очень даже плохо, с Анжелой, все удачно. Что ж, я предлагаю всем аплодировать, друг друга любовь. Спасибо. Спасибо большое. С вами в студии, глава Нилавана Анастасия. И я, очень хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.